Приветствую вас! Вначале давайте по пунктам пройдемся. Значит, страх мести, о котором вы говорите, это неуверенность в себе и, возможно, страх неизвестности у вас, а, возможно, есть что-то еще. То есть, понимаете, может быть, она и будет мстить, а может и нет. И отомстить можно только тому, у кого есть слабые какие-то стороны, отомстить можно только тому, у кого есть слабые места, и вам нужно просто сделать так, чтобы этих слабых мест у вас не было, чтобы месть не могла вам причинить никакого вреда. Вот и все. Это первое. Второе. Человек начинает мстить, когда у него нет четкого понимания, что вообще происходит. то есть, если, например, вы решаете расстаться, но не объясняете своей, например, девушке или жене, почему вы это сделали, почему вы это хотите сделать. Или вы объясняете, но так, что она понимает, что все это из-за, например, нее. Да? То есть, люди мстят, когда считают, что расставания связаны с ними. Если вы преподнесете расставание так, что это ваша бодребность, ваши необходимости, что дело не в ней, оснований для мести будет гораздо меньше, как для ненависти, кстати, тоже. Потому что месть базируется на ненависти. Это понятно. Дальше. Боюсь навредить дочке, если вы. Это самообман, потому что дочери вы вредите тем, что у вас есть душевный диссонанс. Как вы говорите? Вы именно этим вредите, дочери. То есть, дочери вредит негативная атмосфера между вами. Негативная атмосфера у вас в семье. Так что здесь, простите, но это довольно распространенное самообравдание родителей. Да? То есть, мы боимся. Ну, в данном случае вы, Михаил. Вы боитесь совершить доступок. Вы боитесь заявить о своих чувствах и обрадоваться этим тем, что якобы боитесь набредить дочери. На самом деле, это не так. Нужно перестать прикрываться дочерью и посмотреть реальные вещи, так как они есть. Дальше. Духовная связь с Настей некоторая есть, несмотря на душевный диссонанс. Если духовная связь с Настей действительно у вас есть, то в таком случае было бы хорошей рекомендацией в первую очередь посмотреть, что это за духовная связь. То есть, как она вообще проявляется, что она из себя вообще представляет, духовная связь с Настей. Вот. Как она выражается, что это духовная связь. И что вы можете, опираясь на нее, на духовную связь, сделать. То есть, духовная связь, это что-то общее между вами, да, это то, что вас связывает. Вот. Давайте подумаем, что вы можете сделать вместе, что вы можете сделать, опираясь на то, что вас вот связывает. И можете ли вы вообще что-то сделать. Потому что иначе, если это вот ничего не дает вам, да, то есть, если духовная связь ничего не дает, кроме названия, например. То тогда это опять же самообман. По сути. Понимаете? Вот. Как бы это ни печально звучало. Для, ну, для вас, например. Дальше. Что касается сексуальной совместимости, то здесь, на мой взгляд, вы мыслите не совсем конструктивно, потому что сексуальной совместимости как таковой нет. Я говорю сейчас серьезно, я говорю сейчас абсолютно серьезно, сексуальной совместимости нет. То есть, если люди друг друга любят, если люди испытывают друг другу чувства, то вопросы сексуальной жизни решаются очень легко. Поэтому здесь у вас, на мой взгляд, имеет место быть сильный элемент рационализации, который вам никакой абсолютно пользы не несет. Так что, тут я бы рекомендовал вам все же более практично, более реалистично смотреть на мир, на вещи. Вот. И подумать, что стоит за этими вашими пунктами. То есть, если вы, например, избегаете, допустим, ответственности, то есть, не хотите принимать ее на себя. Защищаясь дочерью, например. То это что-то дозначит. То есть, если вы говорите, что у вас хорошая духовная связь, то это, опять же, что-то дозначит. То есть, ну, если вы говорите, что у вас есть проблемы, если вы хотите расстаться, но при этом, ну, при этом, как бы, духовная связь присутствует. То есть, тут у вас есть неверность в себе, да, как есть неверность в себе там, когда вы боитесь мести, мести. В целом, мне кажется, что вы склонны вот свои чувства, да, подавлять за рассуждениями логическими, что не всегда хорошо, а то и очень часто вредит. Вот. Дальше. Следующий аспект. Значит. Вы пишите, как бы это расстаться? А что конкретно вас не устраивает, из-за чего вы хотите расстаться? Душа об этом мечтает, пишите вы. Что есть душа, Михаил? То есть, я понимаю, что вы эзотерик, я понимаю, что вы относитесь к душе с определенной, как бы, с определенным контекстом, да, но, вот, раз вы обратились в психологию, да, то давайте все-таки более реалистично, как бы, обратная вещь. А что такое душа? Что значит душа об этом мечтает? То есть, вы пишите, душа об этом мечтает, а я не делаю. То есть, имеет место быть расщепление. Расщепление, вы расщепляете, но часто составные. И это очень тяжело. И вот вы уходите в защиту, вот эти все пункты, это все, это все защита. Вот. Это все защита от расщепления. А расщепление доставит на нас конфликт личности. Внутренние противоречия, запреты. Ну, 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 например, как вариант. Дальше. Вы пишите, как это вылечить? Никак, потому что это не болезнь. То есть, вылечить можно болезнь. Поскольку у вас нет болезни, то вылечить, соответственно, ничего. Другое дело, если вы считаете это болезнью, то это уже достаточно интересно. Это интересно, почему, почему вы считаете это болезнью. Вот. По какой причине вы считаете это болезнью, скажем так. Вот. Если вы считаете это болезнью, то вам нужно не к психологу, да, а к врачу, к психиатру, к психотерапевту, к клиническому, к клиническому психологу. Но нет, психологи не лечат, именно вот, не лечат заболевания, как бы. Если вы говорите про вылечить, имея в виду психологическую консультацию, то как, если отвечать на ваш вопрос так, то вылечить это можно через, как бы так сказать, да, через повышение самооценки вашей, через работу со страхами, через выход из расщепления, в котором вы сейчас находитесь, очевидно, вот, и через отказ от рационализации. Ну и, возможно, корректировку, конечно же, своего поведения по отношению к жене. То есть вы говорите, что у вас есть связь. Вот. Я вам верю, что у вас связь есть, но этот связь нужно как бы использовать. Например, если связь есть, то обратитесь вместе к психологу вдвоём прямо на консультацию, да, и разберитесь со всем. Ох, вот. Понимаете? Такое впечатление, что вы сейчас играете сразу в несколько игр. Первая игра это тупик. То есть вы вот оказались в тупике. Вот. Ну, понятно, что про эти игры вы можете почитать в интернете, если пропишите в поиске, да, психологическая игра, например, тупик, допустим. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы играете в игру... И, да, ну, совершенно очевидно, что вы постоянно говорите себе. Я хочу, там, грубо говоря, ну, хочу, грубо говоря, развестись, да, например. Вот. Допустим. Хочу развестись, хочу расстаться с дам, да, да, да. Вот. Но этого я не делал. То есть хочу, да, но, да, но, да, но. Вот. Можете об этом тоже почитать в интернете. Вот. На данный момент это самые такие вот актуальные вещи. И, как ни парадоксально, но да, но это потребность во внимании. То есть вы не чувствуете себя значимым. Вот. И если так, если вы не чувствуете себя значимым, вот, то это отдельная проблема, за которой нужно работать вам, не с женой. Вот. Поэтому психологическая работа здесь заключается в разрешении ваших, ваших личностных конфликтов, разрешении ваших личностных конфликтов, конфликтов. И обретение свободы выбора. Именно вашего свободы выбора. Чтобы вы могли свободно выбирать, да. То есть не руководствуясь страхом и чем-то еще. Это собственно всё. Кстати, страх, страх сам по себе. Есть не что иное, как забыть не желания. То есть я чего-то хочу, я чего-то хочу, но я себе это запрещаю по той или иной причине по какой причине да еще нужно разбирать разбираться это 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 уже для индивидуальных индивидуально работаем заготовка вот так то есть вы боитесь вместе мы боитесь вместе да у вас есть основания например считать что она будет мстить этот мстительный человек тогда как бы как бы с ней строили отношения да вот если у вас есть основания считать что она будет мстить да то опять же как я и говорил что вы можете сделать для того чтобы месть не уменьшалась успехом ее да вот если вы знали что она такая она вам будет мстить что очень важно понять на что вы рассчитывали и и всего ожидали вот за страхом мести может скрываться потребность ваша в опять же в том же внимании как это не парадоксально звучит то есть почему вам пришла в голову эта мысль да мысль о том что она может мстить это потребность это потребность вот именно в чем то что является проявлением вашей неудовлетворенности в чем именно да в чем именно я не знаю тут нужно разбираться но я полагаю что это вот так я полагаю и история история вот такая вот в целом в целом мне кажется что он возможно охарактеризовать как такую знаете жертву в этих отношениях она что вы такая вот жертва которая не знает что делать жертва это как уход от ответственности опять т.е. вы не желаете брать ответственность ни за себя как такового не за дочь к сожалению к сожалению т.е. за свою дочь вы тоже ответственность брать не хотите т.е. то что вы ее защищаете защищаете, вот как вы её защищаете, да? Вот, это элизия, это не защита, на самом деле, дочери. То есть это не защита и не забота о ней, вот, на самом деле. Понимаете, да, о чём идет речь? Это не забота о дочери, это бег от себя. Вот. Вот так примерно можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, вам будет о чём подумать. Надеюсь, я помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Мне почему-то кажется, что у вас были не совсем типичные отношения с отцом. То есть вы такой вот, ну, поскольку вы не очень уверенный в себе человек, да, очевидно. Боитесь вместе и говорите про душу, то есть у вас повышенная чувственность, чувствительность? Нет, чувствительность, чувствительность. Вот, то есть, очевидно, есть какой-то нюанс во взаимоотношениях с отцом. Что вам тоже бредит? То есть модель, вот модель мышцового поведения у вас тоже недостаточно проработанного. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...